Сегодня у нас в гостях участник одной из дискуссий КЭФ, член общественной палаты, руководитель проекта СтопХам, Дмитрий Чугунов. Дмитрий, здравствуйте. Доброго вечера вам. Я предлагаю перед тем, как с вами побеседовать, посмотреть некий ролик, который покажет, чем вы все-таки занимаетесь, потому что движение ваше в нашем городе как-то не очень развито. Поэтому давайте посмотрим небольшой. Для тех, кто не узнал героя этого сюжета, я напомню, что это четырехкратный олимпийский чемпион, это Алексей Немов. Как вы прокомментируете эту ситуацию и часто ли у вас именно такие конфликты случаются с известными, неизвестными россиянами? По данной ситуации, к нашему сожалению, такие ситуации случаются. И несмотря на то, что я испытываю глубочайшее уважение к Алексею Немову как спортсмену, в данной ситуации, на мой субъективный взгляд, он повел себя не вполне корректно. У нас есть принципы у нашего движения. Мы, с кем бы мы ни столкнулись, мы всегда публикуем видео. Неважно, будь это депутат Государственной Думы, чиновник администрации президента, бандит, кто угодно. И так было на протяжении шести лет, и мы не можем позволить себе ни одно видео положить под сукно. Поэтому, к сожалению, в данной ситуации Алексей не сдержал себя, и это видео также стало достоянием общественности. И нам искренне жаль, я бы хотел, чтобы уважаемые зрители не судили строго олимпийского чемпиона, потому что он действительно сделал очень много для страны. Я думаю, что Алексей сам уже не рад, что в такую ситуацию попал. И это лишний раз всем нам показывает, что нужно оставаться в любой ситуации человеком. И думать о том, как ты выглядишь со стороны, особенно если ты всемирно любимый узнаваемый. Если в целом о движении, зачем вы это делаете? Если в целом о движении, это образовательный проект. Вы пытаетесь кого-то научить, если это образовательный проект? Конечно. Ведь, посмотрев 10, 15, 20 видео, подрастающее поколение, в первую очередь, потому что мы не занимаемся драгоникой, и взрослых сложно воспитать. А подрастающее поколение, которое только садится за руль, или уже за рулем, или в перспективе будет садиться, они вырабатывают устойчивый паттерн поведения, как правильно себя вести и как неправильно. Ведь, как показывает опыт зарубежных стран, из-за маленького беспорядка начинаются большие преступления. Поэтому, когда кто-то позволяет себе парковаться вторым-третьим рядом, это значит, что где-то скоро не доезжает вовремя до места, где случилась беда или пожарная. И нужно помнить об этом. И именно для этого выходит СтопХам, и рассказывает, и показывает эти случаи, чтобы с одной стороны и скорые доезжали, со второй стороны у подрастающего поколения было понимание, как надо. Ну и с третьей стороны непосредственно чиновники обращали внимание на те сложные вопросы, которые мы поднимаем. Ведь зачастую исполнительная власть не работает в этих зонах. Но вот про исполнительную власть и про функции ваши, вы же пытаетесь выполнить функции полицейские. Отнюдь. Вы поймите, что любая общественная организация, а мы никого не штрафуем, мы могли бы... Но вы портите имущество. Не портим. Ну как же, вы клеите свои наклейки. Вы понимаете, в чем проблема, наверное, для тех, кто считает, что это порча имущества. Когда мы клеим наклейку на лобовое стекло, наклейка с лобового стекла удаляется без каких-либо повреждений. И порча имущества не может быть по определению. Наверное, многим хотелось бы, чтобы так было, но тогда на протяжении шести лет мы получили бы сотню исков, а может быть больше, потому что людей, которые... А были ли они эти иски? Нет. Ни одного? За всю историю? Ну, может быть, по пальцам одной руки попытки были, но в итоге ни одна история не дошла до какого-то судебного разбирательства по отношению к нам. Мы действительно со своей стороны также по пальцам одной руки обращались в суд, когда конкретно сбивали людей и сбивали, то есть это вот, ну, один, два, три случая, и люди скрывались. Потому что это уже не хамство, это уже преступники, которые опасны для общества непосредственно. А так нет, не было. Потому что либо люди потом понимают, что они неправы и не хотят дополнительной популярности, либо действительно это не является порча имущества. Если возвращаясь к наклейкам, я думаю, многих телезрителей интересует, откуда средства на то, чтобы их напечатать, изготовить? Это уже давно секрет Полишинеля. Проект уже несколько лет получает гранты президентские. Мы в честном, скажем, да, их выигрываем, обосновывая свою деятельность, опять же, с точки зрения как педагогический проект, социально значимый проект. А также у нас есть канал на Ютьюбе. Прошлый канал мы пока с Гуглом ведем тяжелые переговоры, потому что заблокирован был канал ввиду не совсем корректного, скажем так, не совсем корректного поступка одного из бывших участников проекта. Сейчас наш второстепенный канал развивается, там уже порядка 750 тысяч подписчиков, скоро будет миллион. Вот, есть зарубежные каналы. И за рекламу с этих видеоразмещенных мы позволяем себе закупать дополнительное оборудование, каким-то образом улучшать качество видео. Ну, заработком это не назовешь, потому что все-таки основная часть денег идет на развитие проекта. Какая-то часть иногда попадает на поощрение, но это не системно, поэтому заработком не назовешь. Если возвращаясь опять к вопросу с полицией, все-таки вы с ними как-то взаимодействуете, это видео потом как-то передаете, наказываете или нет? Если у полицейских есть желание, чтобы возбудить уголовное дело по какому-то случаю в видеоролике, такое редко-редко-редко, но бывает, то мы с удовольствием предоставляем данные видео. А у вас нету вот инициативы им передать? У нас вот полицейские, они принимают разные видеосюжеты, разные какие-то зарисовки. У нас задача другая. Какая? Задача как раз образовательная. Воймите меня правильно. А сколько тогда длится ваш образовательный процесс? Вот в школе мы учимся 10 лет. Вы знаете, а формирование правильного, скажем, паттерна, вы считаете, что это можно сделать за два занятия? Просидел два урока и научился как правильно? Я вас и спрашиваю, сколько лет длится ваша образовательная программа? Это должно несколько поколений сформироваться правильно, чтобы этих людей было хотя бы, ну, не большинство, но хотя бы значимый процент от общего количества участников дорожного движения. То есть это вопрос, на мой взгляд, хамства не исчезнет с дорог еще долгие десятилетия. Как вы думаете, почему на вас так реагирует большая часть тех людей, которые становятся героями ваших этих сюжетов, видеороликов, почему они агрессивны? У людей с начала 90-х сформировалось искаженное понятие нормы. Норма является дать взятку, норма является взять взятку, ну, не подмажешь, не поедешь. Норма является встать вторым рядом, ну, все же встают. Или проехать по тротуару, если очень надо. Искаженное понятие нормы, как я уже говорил, это фактически мелкие правонарушения, которые введут к крупным правонарушениям. И когда человек подсознательно понимает, что он не прав, а он это прекрасно понимает, ему на это указывают не органы исполнительной власти, которых банально не хватает, и у них не хватает мотивации для того, чтобы этим заниматься, и каких-то полномочий для того, чтобы это реализовывать в полном объеме. Они понимают, что им на это указывают обычные граждане, которые, с одной стороны, неуполномочены, а с другой стороны, они понимают, что они неправы. Именно этот диссонанс внутренний подталкивает людей к зачастую очень неадекватным действиям. Последний короткий вопрос. Вы действительно думаете, что можете изменить вот это сознание людей? Но вот та же ситуация с Немовым. Два раза вы к нему подходили. Сюжет, который мы видели, это было второй раз уже. Потому что он дважды парковался на одной и той же улице, вторым разом. А вы думаете, другие люди не паркуются после ваших подходов? И он говорит о том, что я 22 года за рулем, и я с уважением отношусь к окружающим. Я еще раз вам говорю, искаженное понятие нормы. Я понимаю, что эта история не решается за день, за два, даже за пять лет не решается. Но если эту работу не проводить нами, государство в принципе не обратит на это внимание. У наших детей шансов жить в другом мире не останется. А я бы хотел, чтобы хотя бы мои дети жили при ситуации, когда не нормой будет являться кому-то нахамить, заехать на тротуар или вдруг нечаянно кого-то оскорбить. Но вы уже сказали про воспитание 90-х, поэтому, наверное, стоит дождаться, когда вымрут все люди, которые были воспитаны в 90-х годах. Спасибо вам за беседу. Мои сильные, да. Поэтому я напомню, что у нас в гостях был руководитель проекта СтопХам Дмитрий Чигунов.